Одним из способов определить, присутствуют ли в организме дрожжи, грибки или вирусы, является язык. Язык должен быть розовым от кончика до спинки. Что такое вирус? Существует несколько теорий о вирусе, но факт заключается в том, что вирус не может выжить сам по себе, ему нужен хозяин. И есть еще один микроорганизм, выполняющий аналогичную функцию, а именно дрожжи и грибы, которым нужен хозяин. Итак, есть некоторые мысли, которые говорят, что вирус, дрожжи и грибки – это, возможно, одно и то же, потому что они настолько похожи, что им нужен хозяин. И они также являются частью микроорганизмов, которые действуют как падальщики. Это приспособленческие организмы, они выживают только там, где получают много еды. Так что же это за дрожжи и грибки, что любят вирусы? Сахар и другие дрожжи. Поэтому, чтобы убедиться, что мы живем в теле, где они не могут существовать долго, или в теле, где они находятся в правильной пропорции, важно представить телу правильные условия для исцеления. Мы живем в самовосстанавливающемся, самоочищаемся организме. И одна из самых важных вещей, которую нужно убирать, это то, чем вы убираете свой дом, чем чистите одежду, чем моете посуду. Это вода. Очень важно пить достаточное количество воды, потому что, когда вы пьете достаточное количество воды, в вашем организме появляются ингредиенты, необходимые для выполнения своей роли самоочищающегося и самовосстанавливающегося организма. Одним из способов определить, присутствуют ли в организме дрожжи, грибки или вирусы, является язык. Язык должен быть розовым от кончика до спинки. Но если на спинке языка остается белый налет, который невозможно соскоблить, если вам удалось соскрести белый налет, это значит, что из языка выходят отходы. Если вы не можете соскрести белый налет на задней части языка, это маленькие грибковые бутоны. Каковы симптомы того, что дрожжи и грибок могут присутствовать в вашем организме? Вероятно, наиболее распространенными симптомами являются зуд, микоз, который также называют тиньяром, анальный зуд. Где в вашем доме любит жить дрожжевой грибок? В темных, влажных местах. То же самое и с телом. Между пальцами ног, подмышкой, в паху. Также даже в области пазух. Поэтому, чтобы убедиться, что ваше тело способно справиться с ними и восстановить правильный баланс в организме, важно пить достаточное количество воды. Важно не употреблять рафинированный сахар. А если вы все же принимаете сахар, то он должен быть в форме натуральных сахаров, таких как мед, кленовый сироп, фрукты, но не в больших количествах. Человеческое тело создано для самоисцеления, и оно самоисцелится, если вы создадите ему подходящее условие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...